Всем привет! Сегодня у нас хобби-влог. Уже, наверное, целую недельку не выходило у меня такое видео. И, кстати, каждый раз, когда собираюсь снимать такое видео, каждый раз вспоминаю о том, что благодаря Лене я начала снимать хобби-влоги. Лена, это Еленка, 74 хобби. Я думаю, все прекрасно уже знают и все догадались. Сейчас, насколько мне известно и насколько я помню, первый хобби-влог сняла Лена. Ну, обычно все снимали раньше, например, на других каналах, именно не там, где раскрашат, просто влоги. А Лена вот именно сняла именно хобби-влоги. Я поначалу называла их творческие влоги, но в итоге так и начала, как вот Лена назвала хобби-влог. Так, первое такое вот видео. Так, и все вот начали снимать такие видео. Это здорово, Лена. Спасибо тебе огромное за такую вот, можно сказать, придумку. За такие видео, в которых можно снимать и про новинки, и какие-то новости рассказывать, и какие-то материалы новые показывать, какие-то способы. Да и просто побеседовать в хобби-влогах. Это тоже очень интересно. Ну, и давайте же я вам покажу свои новинки, и что у меня появилось новых. Вот три раскраски новых появилось, и четвертая такая раскраска, и еще появилась новая акварель, которую я сейчас вам покажу. Так, пришла мне посылочка от Ксюши. Я участвовала у Ксюши в конкурсе, и была очень сильно удивлена, что я выиграла у нее в конкурсе. Ксюши, я думаю, тоже все знают. Это Ксюша Калоринг Бок, по-моему, называется каналом ее, если я не ошибаюсь. И я вот выиграла такую раскраску, эти забавные фламинго. Я сразу, когда там в конкурсе, нужно было написать, там в конкурсе можно было трайм выиграть, и было три приза, три раскраски. Те, которые представлены были другие, они у меня есть, а вот фламинго у меня не было, хоть и, как бы, я ее изначально хотела за... Ну, то есть, если бы я выиграла, я так предполагала, то я ее подарю дочери. А вот, и когда пришла, дочка полистала, говорит, о, классная, я буду ее раскрашивать. Все, и, короче говоря, эта раскраска будет для дочери. И Ксюша еще вложил такой вот замечательный просто смышкой календарик. Спасибо огромное, Ксюша. И вот такая вот замечательная просто раскраска. Думаю, ее тоже многие знают. Ну, если хотите, то пишите, дочка снимет обзор на эту раскраску. Она вроде простенькая, но когда ее раскрашивают, эту раскраску, она получается классная, яркая, веселая, такая забавная. Так что у меня ссылка на дочкин канал есть, по-моему, под видео, если я не ошибаюсь. Ну, и все что, если вдруг у дочки выйдет видео, то я скажу об этом. Если надо, пишите в комментариях, она снимет такое видео. Так, ну и хотела вам показать новые свои раскраски. У нас рядом с домом есть небольшой канцелярский магазин. И я иногда туда заглядываю. Кое-что бывает там новенькое появляется. И в этот раз я была просто очень удивлена новым раскраскам. Недавно я покупала себе в Читай-городе, ой, нет, не в Читай-городе, в Азоне. Заказывала вот такую раскраску в подводном мире. Многие девчонки, мальчишки стали раскрашивать такие вот детские раскраски по номерам. И у меня совсем таких вот детских, в общем-то, и не было. Но так нравились мне готовые, да, вот значок Озон. Мне так нравились готовые работы в этих раскрасках, что я загорелась тоже что-то взять из этих раскрасок. Мне понравилась бумага в этих раскрасках. И вот я одну такую заказала. Она стоила на Азоне 100 рублей. Здесь я вот раскрашивала в феврале такую черепаху. Бумага совсем не протекла. Здесь у меня есть еще одна уже работа за март. Не буду ее сейчас показывать. Но факт то, что я имею в виду... И зашла как-то, знаете, чисто случайно в наш канцелярский магазин. И увидела, что из этой серии продаются три раскраски. Вернее, они были четыре. Просто это у меня уже есть. И вот, что я взяла. Так, сначала я взяла фантастические существа. Такая вот она яркая, красивая. Здесь у нас раскраска по цветам, символам и номерам. Здесь вот есть подсказки, что можно найти, какие иллюстрации в этих раскрасках. Есть некоторые, знаете, детали довольно-таки мелкие. Есть довольно-таки крупные. Одну иллюстрацию я уже здесь раскрасила. Ну, не думаю, ничего страшного. Вот. Так, в общем-то, ну, можно немножко догадаться, что здесь получится. Ну, факт то, что получается очень интересно. Знаете, когда фильм смотришь какой-то или передачу какую-то, или аудиокнигу слушаешь, очень интересно вот так пораскрашивать. Просто поотдыхать от, например, каких-то более серьезных работ. Бумага здесь очень-очень плотная. Мне нравится. Вы знаете, тут разные фломастеры. И вот здесь вот чуть-чуть просто немножечко розовое просвечивает. То есть не протекло, а просто просвечивает. Потому что я здесь делала вот эту вот, ну, получается, самую единорожку. Я ее делала аквамаркерами Санет. И провела вот эту вот, получается, ну, вот ногу у единорога. Я ее провела, по-моему, три раза, наверное. Вот чуть-чуть. Она вот чуть-чуть просвечивает. То есть не протекла, а просто просвечивает. Листы обалденные. Фломастеры ложатся гладенько. Так хорошо. Листы обалденные. Потом я обратила внимание, что продается... Ну, то есть я взяла эту и увидела веселый зоопарк. И решила взять вот эти две книги. То же самое здесь у меня уже работа есть. Одна тоже сделала. Я прям ее сразу же, как только... А, кстати, я здесь же, да, я ее и показывала, когда я тестировала фломастеры из Фикс Прайс. Набор в чемоданчике, который... Так что отлично. Я взяла в тот день две фантастические существа и веселый зоопарк. Стоили они все у нас все 78 рублей. Дешевле даже, чем заказать в других магазинах. И вот оставалась там еще одна. И я все-таки не вытерпела. И пошла и взяла еще одну. Принцесса, волшебница и фея. Чтобы уже все вот эти четыре книги были у меня в коллекции. Я вот не знаю, есть ли еще в этой коллекции. Ну, не знаю, буду ли я еще покупать. Самое интересное, знаете, книги достаточно свежие. Я думала, что они, ну, как бы сказать, 16-го, там, 15-го года. Но нет, эти книги, так, я где-то смотрела, 19-го года. Вот, да. Издательство АСТ, 19-го года. 78 рублей. И я вот взяла. Здесь еще у меня ничего не раскрашено. Ну, есть вот более покрупнее, есть более помельче, как и в любых. Но здесь вот покрупнее все-таки есть детали. Тут вот и принцесса на горошине. И я приготовила обложки для этих раскрасок. Как раз вот у меня осталось три обложки. У меня вот на этой уже сделана обложка. Сразу была сделана, как я купила эту книгу. И вот теперь эти три книги тоже нужно одеть в обложку. Я не всегда покупаю именно по размеру. Можно подогнать, где-то подрезать, где-то подогнуть. Какие-то книги я прозрачной пленкой самоклеющей обклеиваю. Ну, а какие-то обложками. Покупала в ленте такой вот набор из обложек. Они размером А4. Так, а здесь, не помню, тут, по-моему, 5 было или 10. Ну, не суть. Ну, вот, короче говоря, у меня осталось... А, 10 штук, вот написано. 10 штук было за 50 рублей. По акции было перед первым сентябрем, помню, я брала. Нужно будет зайти глянуть. Может быть, там еще есть такие. И вот у меня как раз три штуки оставалось. И вот как раз для этих раскрасок. Все очень просто. Вот эти вот, они идут раскраски на скрепках. Хорошо, что они не расклеятся, не развалятся. Они по размеру... То есть так, как книга, очень хорошо подходит. Подходит все идеально. Единственное, кому нравится, можно, конечно, оставить и так. Но я не очень это люблю. Мне нравится, чтобы книжка идеально подходила. И она получается, если вот на один край. Но здесь очень просто. Ее просто вот так подгибаете. И здесь просто в нескольких местах можно скрепить скотчем. И все. И у вас аккуратная книга в обложке. И ничего даже мудрить больше не надо. Так что я стараюсь даже совсем простенькие книжечки оборачивать в какие-то обложки. Мне так больше нравится. И это смотрится более аккуратно. Ну и следующее, что я хотела показать вам из моих новинок. Сегодня у меня появилась такая вот акварель. До этого, может быть, она и была в продаже в нашем магазине. Рядом у нас магазин есть с канцелярией. И обратила внимание на вот такую акварель. Она достаточно бюджетная. Стоила всего 115 рублей. Это Елонг. Кстати, в этом магазинчике очень много всего именно от этой фирмы. От Елонга. И решила взять попробовать. Знаете, достаточно много акварели. Сухая акварель. 18 цветов. Я еще не пробовала. Буду пробовать сейчас вместе с вами. Здесь хорошо, что идет сразу же и можно, например, как палитрой пользоваться. Держать удобно в руке. Здесь такое вот отверстие можно. Идет кисточка. Правда, кисточка мне не нравится. Я такой кисточкой не пользуюсь. Ну, может быть, где-то что-то и пригодится. Она достаточно упругая. Знаете, можно брызги ей какие-то где-то делать. Потому что она достаточно такая жесткая. Вот. Но она меня не интересует. Как кисточка такая, как рабочая. Вот такие цвета. Ну и сейчас вот я приготовила водичку, кисточку с салфеткой. И хочу немножечко попробовать, посмотреть, как выглядят цвета. Вот. Мне цвета очень понравились. Такие, знаете, интересные. Сейчас вот в фломастерах, например, такой цвет. Его достаточно часто можно встретить. А вот в акварели не так часто. Вот посмотрите, какой красивый зеленый цвет. Серый красивый. Вот именно серый цвет. Не нужно смешивать черный с белым, чтобы получить серый. Тут изначально есть серый цвет. И, кстати, я как-то в одном из видео показывала... Ой... Да, я показывала гуашь последнюю, которую я купила. И жалела о том, что нет серого цвета в гуаше. И мне девушка написала в комментариях, что даже в дорогой, не говоря уже про дешевый, нет и не бывает серого цвета. И я хочу сказать, что вы ошибаетесь. У нас вот рядом этот магазинчик, где вот я канцелярию покупаю, продается и сейчас. По-моему, одна там осталась в наличии. Так, акварель, не помню, как называется. По-моему, не гамма или гамма. Вот. Но там гуашь на 20 цветов. И там есть серый. Специально вот открыла, посмотрела. Но из одного серого как-то я не захотела покупать. Стоила она почти 400 рублей. Там баночки были чуть побольше, чем вот в маленьких упаковках акварели. Я подумала, что из одного серого пока, ну, может быть, потом попозже возьму. Потому что я сейчас гуашью очень часто пользуюсь. Но в итоге, знаете, бывает, оказывается, бывает гуашь серого цвета. И знаете, такой серый цвет красивый. Именно насыщенный серый. Он не бледный, он не темный. Именно настоящий серый. Ну и давайте же посмотрим, что из цветов можно посмотреть. Как бы, какие тут цвета. Сейчас я немножечко смочила. И сейчас будем пробовать, что у нас тут получается. Просто очень интересно. Что за цвета у нас тут. Ой-ой-ой, какая красивая. Знаете, у меня есть и сонет. Есть и белая ночь акварель. И детская. Разная. Ну, кто меня смотрит, знает. Вот. Но детская акварель, она всегда нужна для более таких... Ох, какой красивый. Он, кстати, здесь-то не такой. А когда его наносишь, посмотрите, какой он красивый. Очень красивый, кстати, любимый. Мой цвет такой, знаете, немножко горчичный. Так. Кстати. Так, меня вот еще синий интересует. Что он здесь... Ага. А вот синий, посмотрите. Здесь он выглядит ярким. А ну да, можно сделать более яркий. Посмотрите. Ммм, красота. И стоит, как говорится, не так дорого. И если не имеешь дорогой какой-то акварели, это уже более нежное. То свободно можно купить и такую вот недорогую. И пользоваться. Сейчас посмотрим, как она растекается. Так. Какую попробуем? Фиолетовую. Хочется просто посмотреть. Да, красиво. Так, что вот этот, что за цвет у нас тут? Ага, тут он такой коричнево-бордовый. Ну да, бордовый просто. Красота. Надеюсь, они... Эта акварель не будет так сильно протекать, как акварель Белые ночи. Вот этот меня тоже заинтересовал. Красивый цвет. Красивый. Да, смотрите. Обалденный. Такой, знаете, что-то похожее на цвет морской волны. Так, а этот зелененький. Ух-ух-ух. Конечно, знаете, нужно будет обязательно сделать выкруску. Потому что не совсем, как сказать, когда на бумагу наносишь, совсем по-другому себя показывает акварель. Отлично смешивается. Да, здорово. И не скажешь, что акварелька-то дешевая. Так, красный. Надеюсь, он будет насыщенным. Да. Посмотрите, какая прелесть. Красно-малиновый такой цвет. Красивый. Так, что еще? Оранжевый попробуем. Ну, давайте вот серый. Хотела я посмотреть серый. Так. А по насыщеннее. Ну, серый. Тоже, конечно, буду пользоваться. Скалы, горы какие-то. Я серым цветом обычно акварелью раскрашиваю. Но такой, знаете, может быть, если добавить к нему синеватого, черного, фиолетового, будет неплохо. Ну, так, конечно, простоват. Немножко простоват цвет. Но я думаю, неплохо. Так, ну-ка, вот оранжевый. Тоже мне интересно. Назяла маленькие листочки. Ну, и оранжевый. Смотрите, какой красивый. Да, я очень рада. Очень рада, что у меня появилась эта акварель. А в листах, где листы тонкие, обязательно буду пользоваться желтый. И, кстати, прям вот чуть-чуть и хорошо отдает цвет. Здорово. Так, здесь у меня с обратной стороны подсохло. Сейчас, так, хочу попробовать еще вот этот. Посмотрим. Подтелесный можно. Да, можно будет, если акварелью раскрашивать что-то телесное, например, кожу, то очень даже будет неплохо. Можно будет и убрать лишнего. Да, хорошо, хорошо. Так, ну и давайте, наверное, коричневый попробуем. Так, вот розовый-то мы не пробовали. Вот этот розовый пробовали, а вот этот нет. Ну, это, конечно, бледненький такой цвет. Такой ближе к пастельному. Да, он совсем, совсем бледненький. Ну, если нужно, можно взять более яркий. Ну, пожалуйста, добавить и сделать более яркий. Ну, и сейчас, наверное, попробую еще коричневый. Вот этот меня интересует. Ух, смотрите, какой он яркий. Так что я очень-очень рада. Да, довольна, довольна. Буду с удовольствием пользоваться. Наравне с дорогой акварелью. Тем более, здесь есть место, где развести можно акварель. И буду пользоваться. Так что я довольна. Если у вас есть такая акварель, то я вам просто ее рекомендую. Тем более, стоит недорого. Елонг. Вот с такой вот птичкой. Там были поменьше цветов. 12 цветов. Были что-то вообще рублей за 80, наверное. Так что вот такая вот просто чудесная появилась у меня акварель. И наравне, как я говорила уже, с более дорогой, с более профессиональной акварелью, буду пользоваться этой. Ну, и надеюсь, вам было интересно посмотреть мой хобби-влог. Спасибо за внимание. Пишите комментарии. Может быть, у кого-то есть такая уже акварель. И вы имеете больше опыта работы с этой акварелью. Обязательно мне напишите. Я вас с удовольствием прочитаю. И если вдруг у вас какие-то есть вопросы, то, конечно же, задавайте. Ставьте лайк. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну, и всем пока. До новых встреч.